МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Зеленый свет или новые препоны? Депутаты Краевого ЗАГСобрания приняли закон о порядке проведения митингов. Износа стойкость выше, производство дешевле. Разработка алтайских инженеров расширила возможности по шлифованию металлов. Чувственно и снова смело. Амбициозный режиссер Владимир Золотарь готовит новую постановку в Краевом драмтеатре. Массовую прививочную кампанию от коронавируса пришлось приостановить. В нескольких поликлиниках края закончилась вакцина «Спутник-5». Желающих привиться от COVID-19 оказалось так много, что очереди в Бийске уже расписаны до середины февраля, а в Барнауле до 5 марта. Запасы вакцины, и это подтверждают в региональном Минздраве, на исходе. Между тем, число умерших от коронавируса, по данным Оперштаба, за сутки составило 16 человек. А вот количество заболевших, согласно официальной статистике, снизилось. На сегодня таковых 180 человек. К слову, запас вакцины от коронавируса, сообщили в Минздраве края, должен пополниться в ближайшие дни. Ожидаемая партия – 32 тысячи доз. Стало известно, кто возглавит новую больницу скорой помощи в Барнауле. После объединения горбольниц номер 11 и 12 главным врачом будет назначен Сергей Воронкин. В данный момент он руководит поликлиникой номер 12. Напомним, недавно стало известно, что шинники и моторщики станут единой больницей. В Минздраве пояснили, что учреждения находятся на одной территории и структурно дублируют друг друга. В ведомстве рассчитывают, что слияние двух больниц сделает доступнее экстренную помощь для населения. Известно, что после объединения в больнице будет 838 коек и 42 койки реанимации. Как поступят с сотрудниками больниц? Грядут ли сокращения и что будет с главным врачом 11 больницы? Пока не совсем понятно. В Минздраве просят не торопить события. К другим темам. Зеленый свет протестующим или новые препоны на пути выражения народного мнения? Сегодня на первой в этом году сессии регионального ЗАГС Собрания краевые депутаты принимали закон о порядке проведения митингов. В итоге документ был одобрен сразу в двух чтениях. Где же в крае теперь можно проводить пикеты и демонстрации? Проще или сложнее отныне их организовать? Знает наш корреспондент Анастасия Дороган. В свете последних политически окрашенных событий вопрос о порядке проведения митингов приобрел особую актуальность. Он вызвал жаркое обсуждение среди депутатов, но большинством голосов его приняли довольно быстро. А это значит, что в крае, на удивление, расширен список мест, где теперь можно проводить митинги и пикеты. Но это не инициатива краевых властей, а общий федеральный тренд. Так вот, в списке одобренных локаций, торговые центры, рынки и территории, прилегающие к многоэтажным домам. Но все не так просто. Если на митинг собирается прийти больше 500 человек, нужно учитывать финансовый вопрос организации. Если мероприятие проводится с участием более 500 человек, и на него собирается средство с неопределенного круга граждан, то должны указываться реквизиты банского счета, на который собирается. Если митинг планируют в торговом центре, нужно согласие его директора. А если рядом с жилым домом – одобрение ТСЖ или УК. Плюс санитарные требования. Маски, дистанция в полтора метра. Выходит, теперь это также в зоне ответственности организаторов протестных акций. Вот те силы, которые вывели людей в субботу на улицу, они что, уведомления подавали о проведении публичных мероприятий, они хотя бы пытались ваши вот эти запреты каким-то образом соблюсти? Нет. И естественно, что подобного рода дальнейшее закручивание гаек, оно лишь приведет к дальнейшей эскалации насилия, потому что у граждан остается все меньше и меньше легальных, законных способов высказываться у недовольства. Начните повышать уровень жизни людей, и они не будут выходить на улицы. Дайте возможность людям легитимно выражать свое мнение по поводу тех законов, которые вы принимаете. И еще одна важная тема. Сегодня краевые депутаты начали целую серию принятия законов о муниципальных образованиях и, по сути, создают Залесовский кейс. Это первый район, готовый к переформатированию. Когда власть на территории централизована, главпоселений нет, а вместо них на местах представители администрации. Из плюсов такой организации экономия на зарплатах и пересмотр налоговых отчислений. Упрощенная система налогового обложения, вы знаете, она делится пополам. 50% идет в муниципальное образование, 50% идет в краевой бюджет. Разработчики законопроекта предлагают стимулировать наши муниципальные круга и передать им уже 75% от упрощенной системы налогового обложения, 25% оставить в краевом бюджете. Но это пока в планах, а сегодня депутаты сделали лишь первый шаг. На законодательном уровне прописали понятие «муниципальный округ». Среди других решений парламентарьев – обязать муниципальных и госслужащих вместе со сведениями о доходах отчитываться о биткоинах, цифровой валюте. Также депутаты расширили список номинаций для премии в области науки и техники. Теперь их смогут получить и те, кто внес свой вклад в решение экологических проблем или развитие туризма. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Воистину проснулся знаменитым. Так написал в своем инстаграм-аккаунте известный барнаульский легкоатлет Сергей Шабенков. СМИ сегодня активно обсуждали информацию о том, что тест на допинг спортсмена оказался положительным и ставили под сомнение дальнейшего участия в международных стартах. Сергей благодарит всех, кто, цитируем, «таким новостям не поверил». Он поясняет письмо из независимой Международной ассоциации легкоатлетов ему приходило, но оно совсем не про запрещенный фуросимид. Разглашать суть документа легкоатлет не намерен, а вся информация про употребление им препарата – наглая клевета. Шабенков добавил, запрещенный препарат он никогда не употреблял и никого в этом смысле не обманывал. Впрочем, на информационный вброс отреагировали и тренер Сергей, и его мама. Даже комментировать эту ситуацию они не стали. Не сомневается в чистоте Сергей и министр спорта региона Алексей Перфилиев. Уверен, что Шабенков на 100% чист. А какие-то провокации, не исключаю, могут из носа что-то достать и показывать всем. Фуросимид, как и мельдония, это уже позавчера медицины. Поэтому, повторюсь, Шабенков чист, и мы победим. Ученые Алтайского технического вуза разработали технологию, которая помогает шлифовать металлические предметы с большей точностью и скоростью. При этом у ноу-хау довольно широкая область применения. От производства посуды до оборонной сферы. Местной разработкой уже активно заинтересовались отечественные и зарубежные предприятия. В чем суть инновации, выяснял Илья Кочетков. Такой большой станок и такая маленькая деталь. Но дело не в размере, а скорее в содержании. Точнее, в том, как обработана поверхность. Это практически идеально. Для результатов такого уровня во всем мире уже много лет используют технологию магнитно-абразивной обработки. Когда для полировки поверхности используют металлическую крошку, которая словно бы плавает в магнитном поле. Таким образом можно обрабатывать даже сложные детали, причем с большой точностью. Но проблема в том, что каждый раз процесс приходится налаживать заново, методом проб и ошибок. А это долго и дорого. Алтайские инженеры задумались над тем, как просчитать весь процесс заранее. Задачу поставили и выполнили. Мы создали компьютерную модель процесса магнито-абразивной обработки и можем это с использованием моделирования проверить. Что будет, если мы назначим такие режимы обработки, другие режимы обработки, подобрать эти режимы, подобрать конструкцию этого индуктора, потому что он достаточно сложный по конфигурации, может содержать разное количество магнитов. Эта программа, точнее комплекс программ, и есть ноу-хау алтайских ученых. Не углубляясь в детали, приведем лишь один пример. Из миллионов полирующих частиц зерен программа выбирает несколько, изучает их строение и прогнозирует, как они сообща смогут обработать поверхность металла. Все вычисления выполняют на вид скромный, но очень мощный, стоимостью, кстати, под миллион рублей, специальный компьютер. Зерен у нас в обработке используется очень много. Нам нужно собрать статистические данные для обработки. Так как вручную все это измерять очень сложно, нужно проводить огромное количество расчетов, и эти расчеты должны быть автоматизированы. Это проводится, скажем, с помощью параллельных вычислений, которые здесь реализуются, и для этого у нас как раз используется наш суперкомпьютер. Если модель подскажет, что частицы зерна не подойдут, их состав можно изменить, выбрать более мелкие или крупные. Все это в итоге способно удешевить, то есть повысить доступность технологии, при этом увеличивая точность полировки. Неудивительно, что разработкой уже заинтересовалось несколько отечественных и зарубежных предприятий, в том числе и из Белоруссии, Польши и Донецкой Народной Республики. В основном технологии интересны промышленному и оборонному сектору. Авторы же ноу-хау подчеркивают, наше дело не торговать технологиями, а совершенствовать их. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов, День с толком. 1 февраля в крае стартует ежегодная акция «Снежный десант». На этот раз его бойцы будут рассказывать о вреде наркотиков, здоровом образе жизни и профилактике СПИДа онлайн. Причина всем известна – пандемия. Пока порядка 20 бойцов разных вузов региона общаются со специалистами Краевого центра медицинской профилактики. Партнерство давнее, сейчас продлится три дня. Студенты могут задавать специалистам вопросы и получить на них грамотные ответы. Ребята будут записывать свои занятия на основе знаний, которые получаются здесь. И будут затем транслироваться в социальных сетях, в группе ВКонтакте «Снежного десанта», «Алтайский край». И в принципе в другие социальные сети, официальные социальные сети, куда ребята поедут в дальнейшем в рамках своего одного выездного дня. Напомним, 17 февраля «Снежный десант» все-таки нагрянет в города и районы края. Правда, личного общения, к которому так привыкли пожилые люди, не будет. Бойцы смогут помочь в уборке снега, покупке продуктов, но без непосредственного общения с теми же ветеранами. Концерты, которые так полюбились многим, пройдут онлайн. Студенты, конечно, немного огорчены тем, что оказались лишенными романтики, которая всегда сопровождает акцию, но верят, что в следующем году все вернется на круги свои. С сегодняшнего дня в алтайских колониях возобновили свидания осужденных с близкими. Этого события обе стороны ждали почти год, но пока осужденные могут видеться с родными только через стекло. Длительные встречи до сих пор под запретом. О том, как проходило общение в период пандемии и о смягчении ограничений, расскажет Валентина Аскерова. Заходит в дежурную часть, подходит к телефону, набирает заветные цифры. На том конце видеозвонка – любимая жена, у которой, к слову, сегодня день рождения. Супругой осужденный Олег Мэннер не виделся уже год. Терпение и силы, чтобы все нас веки рады, и чтобы ты всегда целая сияла. Почти 24 тысячи звонков по видеосвязи сделали осужденные в 2020 году. Для сравнения, в 2019-м было в 8 раз меньше – всего 3 тысячи. Спрос на видеосвязь повысила пандемии, из-за которой вели запрет на свидание вживую. Когда вдали от близких ты их не видишь, как бы не можешь прикоснуться. И очень сильно это угнетает, когда есть дети. Ты реально не можешь их не обнять, ничего. Это тяжело. Уже столько времени, но хотя бы видеозвонки, они очень помогают. Прошло уже полсрока, как я нахожусь в этих местах. Ну, как бы радует то, что сейчас время пойдет с горочки. Видеопослание маме и коту осужденный Руслан Аврузов записывает несколько раз в месяц. Мама в ответ присылает сыну рукописное письмо. Вот так и общаются в условиях карантина. Всего за прошлый год осужденные в студии кабельного телевидения записали больше ста видеописем. В неволе можно послать весточку и по старинке, написать письмо. При этом есть возможность сопроводить его голосом. Для этого в колонии есть студия звукозаписи. Писал я маме. Ну, я только маме и пишу. Свиданий давно не было, уже больше года. Очень соскучился, хочется обнять. Переписка у нас постоянно идет. Обычными письмами, электронными письмами. Ну, электронными лучше, потому что они быстрее доходят. То есть обычные письма, обычные почты идут недели-две, а электронные за день-два доходят. Чтобы в письмах не было угроз или какой-либо агитации, каждое письмо вычитывают оперативники, цензоры. А у осужденных время от времени появляется возможность позвонить родным по таксофону. Ими оборудована каждая колония. Таких звонков только за прошлый год совершено больше 500 тысяч. С сегодняшнего дня у осужденных появилась возможность не только слышать родной голос, но и, наконец, увидеть близких. Пока, правда, только через стекло. Это смягчение ограничений первое за год. Осужденные с нетерпением ждут отмены всех запретов. Говорят, что тотальная разлука с близкими – самое сильное испытание. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. 31 января все желающие могут посетить Барнаульский зоопарк абсолютно бесплатно. Об этом объявило руководство «Лесной сказки». В обычные дни вход в зоопарк стоит от 100 до 200 рублей. По словам директора зоопарка Сергея Писарева, акция «Щедрость» – своеобразная благодарность медицинскому персоналу, который весь 2020 год сражался с новой инфекцией. А также всем, кто во время пандемии помогал «Лесной сказке». К слову, такой день благодарности от зоопарка, возможно, не последний. По крайней мере, об этом в соцсетях намекнул руководитель «Зверинца». К новостям культуры. Амбициозный режиссер-экспериментатор снова готов удивить жителей края. Владимир Золотарь, творчество которого в свое время вызвало бурную, неоднозначную оценку в нашем регионе, снова готовит постановку в Алтайском драмтеатре. Уже начались репетиции. Ида бьет на отмышь, а все и дует, тем более, что это главный враг в ее жизни. Она же пришла ей, ты сволочь, понимаешь, не вот про это, она пришла ее избить. Чувственно, ревностно, эмоционально, все как в жизни, именно так, проживая, учит играть молодых актеров режиссер-экспериментатор Владимир Золотарь, вернувшийся на время на Алтай спустя 12 лет. Он готовит постановку о женской ревности по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кармелинка «Жар и холод» или идеи господина дома. «Жар и холод» – это, конечно, такое, при всей вот этой игровой, яркой, театральной форме, такое достаточно глубокое и сложное препарирование человека в любви, человека в ревности и так далее. Тоже такие темы, в общем, вечные и всегда беспокоящие, и очень театру тоже свойственные. За творчество Кармелинка «Золотарь» берется уже второй раз. В далеком 2003-м, будучи главным режиссером алтайской драмы, экспериментатор поставил знаменитого великодушного рогоносца – пьесу о всепоглощающей мужской ревности, билеты на которую разлетались на месяцы вперед. «Я вижу, что ты лжешь! Ты лжешь! Ты лжешь!» Сейчас время поговорить о женской ревности, более мощной и разрушающей, по мнению режиссера. Если Шариков был без одежды, то Джульетта с сигаретой. Тогда спектакли «Золотаря» вызвали и любовь, и негодование. Некоторые зрители даже писали кляузу на имя Александра Карлина. Сейчас реакцию зрителей еще предстоит оценить. Это всегда для тебя мучительный вопрос, да, как бы какого-то там возвращения в театр, в котором ты долго работал, через очень долгий период, через 12 лет, период там вдвое дольше, чем тот период, в котором я здесь работал. Как обмануть вот эту очень обманчиво приятную ностальгию, потому что на самом деле это не самое творчески движущее чувство, скажем так. И в этом смысле какое-то такое предощущение, что было бы интересно, наверное, сделать что-то с абсолютно новой компанией, с учетом, что труп на половину, если не на две трети, обновилась. Я сама видела его спектакли, ну не вживую, а в записи, и была поражена этим спектаклем, спектаклем «Войцок». Нам показывали даже на уроке по зарубежному театру в институте его спектакли. Вот, и тут нам говорят, что он приезжает, ставите, еще меня берут в его спектакль. И, конечно, это большая радость, но и, конечно, страх. Премьера спектакля «Жар и холод» состоится ровно через два месяца, 27 марта. Они уже спрашивают жителей края, ее ждут. Золотарь признается, что готов к любой оценке своей работы. Но мечтает сделать ее яркой и оставившись след в душе зрителей. Валентина Аскерова, Андрей Дреер, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции. Я его напомню. 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Для нас это очень важно. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!